Вы юрист? Так, чуть-чуть. Извините, тут вот эти бестолковые кричат. Не понимает юрасик, сколько ему звонков потом прилетит. А тут, получается, обороты по 500, по 600, по 400 миллионов годовые, а прибыль показывают 3 миллиона, 5 миллионов. Вы даже разная соль, уйдите отсюда, освободите эту помещение. Очень вас боюсь. Я думаю, дурачок. Еще раз, уйди отсюда. Вот так сделай. Это вы все время делаете, записываете, да? Вы все пойдете? Да, да, записываете. Все. Какой этаж? Третий, да? Откруйте, пожалуйста, дверь. Это же не ДЭП? ДЭП? Здравствуйте. Не ДЭП, да, у вас? Нет? Там будет дверь. Ну, кому? Здравствуйте. Мы ДЭП. А вы кто? Я юрист компании. Отлично. Мы собственники, представитель собственника. Ну, это здорово, если вы юрист. Ну, ко мне есть какой-то вопрос? Да, давайте общаться. Приходил к вам помощник мой. Продносил требования. Мы не ответили. Вы не ответили. Мы ответили, отправили по почте. Ну, дайте нам копию. Не, вы ему сказали, хорошо, пять дней у нас есть, в соответствии с 50-й статьей Федерального закона 14. И вы сказали, мы вам выдадим, и потом, в последний день вы сказали, что позиция руководителя такова, что мы решили так. Он решил, то есть, принципиально отправить по почте, соответствии закону. Не, соответствии, дело в том, что доверенность есть. Мы имеем право получать. Вы могли бы выдать нам это специально, чтобы не усложнять. Мы ответили на запрос, соответствии с законом. Вот, все, ответили, по почте отправили. Вы сказали, да, мы выдадим, все изготовим. За день вперед он звонил, вы сказали, да, завтра, пожалуйста. А где это подтверждено? Я еще раз говорю, подтверждение, где квитанция и так далее. Вам вежливо пришли в соответствии с нормами Федерального закона. Принесли требования, вручили, оставили копию, не вручили. То есть, хотели, вы отказались, хотя могли тоже получить. Сложность создали вы. Теперь вопрос. Он мне также сообщил, что вы ему сказали, что вы скинете квитанцию и опись. Вы этого не сделали. Так? Да. Теперь вопрос. Вы говорите, отправили, да? А где подтверждение есть? Вам верить нельзя уже. Потому что вы уже обманываете. Более того. Что за собрание? Более того. Вот эта дверь почему-то открыта. А что за собрание? Я не перебиваю. Вы кто такой вообще? Не понял. Вы находитесь у меня на территории, в моем здании. Какая территория? Вы коммерческая, недвижимость. Еще раз. Это моя собственность. Еще раз. Вы подтвердите хотя бы свою собственность. Я не знаю, кто это вы. Почему я вам что-то будет подтверждать. А я откуда знаю, кто вы такой? А у вас не хватает понимания? У меня хватает понимания. Что у вас не хватает понимания, если вы ссылаете на то, что это ваша собственность. Спокойно определить не... А вы спокойно разговариваете. А я спокойно разговариваю. Молодой, что ли. Да, еще раз. Юморить что ли? Да, он флоу. Конечно, юморить. В зеркале видишь, кто такой? Я вижу, уже вот стоит. Воломочия предидите. Не, я же тебя, будь я добрый, можно наряд в полицию? Возвести в разговор. Я вас предупреждаю, что у нас каждый вызов, вы будете включены к... Большой трехгорный переволог в дом 11, 2, 2. Да, я в самом здании вам проход, полиция организована. полиция может без организации прохода зайти в любое помещение здесь каких непонятные ребята кричат чуть оскорбляют учет хотят покинуть помещение отказывается юрист подтер секунду извините вот эти бестолковые кричат я желаю бестолковый человек отвлекайте полицию просто определил то что я например бестолковый как обручили хочу с вами дурачок что я не пойму дурачок-то зеркало это зубы гнилые чистишь каждый день видишь дурачка хорошо что у меня злужи державой подходе на жопа у тебя жопа лосеющая вывода гурова взяли что дураком дарова на самом деле более того это коммерческая недвижимость мы пришли представляя интересы одного из учредителей зачем вы вот так подходите варь я армистовый что вы влазит в разговор хамло натурально а мало реально хабло чего гукаешь то полиция приедет у гукать там будешь заложен если вы адекватно нормальный человек образованная вам скажу вы должны вежливо подойти и спросить какой целью и так далее и самому представиться как минимум а мы имеем право у нас есть доверенность как минимум в росгвардию позвонить пусть войска национальной гвардии подтянутся сюда конечно разберемся да мы уже разобрались как раз заодно про зубы про жопу сейчас давай 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 это не оскорбление должен бы знать взрослый дядька уже видимо в милиции работал да чё знаю да не понимает юрасик сколько ему звонков потом прилетит главное он он такой умный он замечаний спешит главное за собой надо следить вначале адекватно вести а потом за люди будут соответственно относиться с уважением прошу не покиньте пожалуйста это честно это начало нечастно это еще раз придем уйдите это не надо вы за собой структура нет конечно так поймать и отсюда еще раз говорит полиция сейчас будем играть много открытий вас сегодня ждет мало ли чего вы ходили хорошо и документы готовы где-то на минимум гос регистрации свидетельство кепочку не забудьте когда уходить а то выбор а чё на вы-то перед перешелся ты еще не слышно и жутки почистить просто еще раз близко ко мне непосредственно конечно бы выздоровал хотите выбросить что выбросить кого хотели выбросить кого хотели выбросить но мужчина не отказал выброшу выбрать конечно ну давай я прошу прощения за беспокойство у нас тут бестолковый кит товарищ сейчас полицию вызываем без ножкового еще разу и хамло конечно мы сейчас распространяли сведения да то есть оклеветали надо третьим лицам да это 128.1 уже уголовного кодекса на руках только бестолкового конечно кто 2 как бестолковый я наверх то есть не точно да не стоит и как мужчина не точно говори да не можешь мыслить это все что ты способен сказать я могу приобрести на это сначала дверь и на это ответь евро фиг она это расскажешь ладно там герасик там еще какие-то себе должен быть про него рассказать и такой наглый божий потому что ты здесь стоишь а руки у тебя трясут а если бы это было где-то в другом месте твой язык был бы в том месте где он должен быть я потом пофантазируйте не надо фантазировать я тебя ответишь хорошо для от меня не забудь потом оставить я тебе могу даже телефона давай записывать давай видишь плюс 7 929 113 4 семерки теперь и погугли что это за телефон и где ты себя увидишь понял да конечно давай беги гугли а не может разали руки-то дрожат что-то дрожат дрожат боюсь очень сильно я же говорю боюсь я очень вас очень вас боюсь воспринимаю все угрозы если пенсиональной пробулки как угроза существую ежен а очень сильно боюсь очень правильно заметили руки трясутся да они может похмели возможно просто от тобой будут ржать и москва и питер это при и регионы . нашей большой родины что еще ничего можешь идти ждем по лицам потом мы тебе объясним что кто ты на самом дальше так давайте пока с юристом поскольку мы представители собственника организации нам необходимо с кем-то продолжить диалог вот я с вами оскорблять я прекратил вас рады оскорблями у нас же все записаны с вами веримали диалог вот это непонятный товарищ это кто это это слова вы не знали кто это такой это человек который собственно ну прекрасно мы собственность его лишать не пришли мы пришли еще раз повторяю покиньте мою нет конечно да не твоя это территория конечно это коммерческая территория мы тебя не собственности лишь она не собственность здесь юрлицо зарегистрировать вы вообще никто не звать вас никак для нас знаете почему вы подошли со стороны оскорбляете нас провоцируете нас уже пришли наверно это ваша собственность сюда пришли так уверенности здесь идете а я вам не сказал что это наша собственность я сказал сейчас полицию мы пришли именно обшиваться нет я очень разговаривал вы забыли это вы забыли спросить хорошо ну вот как раз покажете что снимали вот сейчас пусть товарищи я вообще с вами не собираюсь так слушайте ну идите отсюда тогда вы же не нужны вы вот провокатор я полицию ну отойдите подальше вам не нравится ну отойдите подальше вот что вы в самом деле стоите смотрите в своем помещении стою здрасте пришли какие-то болванчики уйдите со своими словами хватит меня толкать слушайте я стою так как мне удобно зачем локоть выставляешь ты провоцируешь что ли локоть выставляю отсюда захлопни свою понял сейчас все расскажешь захлопни пать пришлось чудовище какое-то что тут рассказывает это я чудовище а кто же еще конечно утвердительно говоришь что я чудовище к вам пришли и спросили кто такие что за собрание ты уже на ты переходил конечно переходил на ты переходил да 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 уже переходил ты же переходил на ты бестолковые люди реально бестолковые пасть захлопну давай про пасть тоже расскажешь вот так сделай если интеллигента я только за я прошу прощения нет смотрите вы телефон начали уже рубить извините у вас какой-то корпоративный конфликт у нас не такого корпоративного конфликта мы выплатите разговор я даже не знаю кто это я вообще не знаю кто это если я сейчас не разберу кто это я просто с полицей то есть вы не разобрались кто мы но тем не менее сообщаете свидетель что вы что-то куда-то отправили я правильно понимаю вот вы пришли я представитель собственника представитель собственника давайте я зовут мы же уже общаемся я зовут я зовут корен приходил сюда помощник мой он приходил сюда я с вами не общался я в отличие от этого неадекватного человек провокатор если я говорю что я представитель да конечно смотрите более того можете проверить мои слова подтверждаются поступками журнал записи внизу я свою фамилию паспорт подъявим это вас что хотят я не знаю что от нас хотят вот пришли люди а вы почему летите в корпоративный спор мы никого не ждали вы здесь не участвуете в корпоративном столе они говорят что там пришла заявка пропустите давайте сначала начнем давайте меня зовут игорь мы с вами вели диалог он влез в разговор неважно собственникам или не собственник мы не пришли его лишать собственности мы пришли разговаривать относительно дел касающихся нашей организации понимаете он не является каким-то должностным лицом организации собственником данной организации поэтому он не может участвовать в нашем разговоре вы как юрист это должны понимать правильно не надо мне сказать что я как юрист постоянно должен что-то понимать вы смотрите вы согласны с этим? я не буду на это отвечать почему? вы пришли у вас такой вопрос во-первых получить то письмо которое вы якобы отправили трекланд я вам скажу на справку скажите и хотим копию этого письма получить потому что все сроки уже вышли письма нет подождите документы подождите я понял что вы хотите вы юрист? кто юрист? с кем можно со мной вы убедились толкаетесь вы убедились что я имею право представлять интересы представлять интересы не убедились вы убедились не мешайте понимаете мы хотим понять почему нет прибыли или что почему учредитель не получает никаких дивидендов ни раз в три месяца ни раз в шесть месяцев ни раз в год за три последних года не было ни разу хотим понять почему у предприятия нет прибыли или просто нашего доверителя просто здесь обманывают если его просто обманывают значит мы все равно сейчас инициируем собрание учредителей правильно далее мы не хотим ни полицию ни БЭП ни ФНС мы не хотим туда влазить потому что это также наше предприятие мы хотим просто извлечь из него прибыль мы хотим извлекать из этого предприятия прибыль и понять сколько оно заработало мы не хотим и вот топить там еще что-то дело возбуждать в отношении генерального директора понимаете это не наша задача мы хотим понять сколько денег наши это все вопросы ну пока то вы нам направили требования ничего ни слова о прибыли вы пришли и задаете вопросы про прибыль я юрист причем прибыль непонятно это первое второе если у вас есть любые вопросы направляйте на почту мы на все ответим третье если вы решили инициировать проведение собрания вы же около юриста либо юриста я не знаю кто вы можете корпоративную процедуру инициировать в соответствии с законом ОБО это ответ на ваш вопрос вы хотите по этому пути пойти или сесть поговорить про сам юрист я не представляю интересно я юрист если у вас есть предложения поговорить еще какие-то направлять на почту а где генеральный директор генеральный директор в командировке все время мы звонили неоднократно все время в командировке дальше по закону у нас по закону dividing по закону Не помню, какая статья Гражданского кодекса, почитайте юридические сообщения, как доставляются официально. То есть я не могу прийти и написать здесь в организации какое-то сообщение, обращение? Не могу, да? Могу объяснить. Не могу устно потребовать, не могу. Не имею права. Я вам объясню. Вы имеете такое право, если это закреплено в Уставе. У нас в Уставе закреплено, что все юридические значимые сообщения направляются во почту заказной письма. Давайте, ознакомьте меня с Уставом, согласен здесь. Устав, можете копию выдачи сейчас? Мы вам все направили по почте. Мы не получили. Получите. Номер РФПО давайте нам, хорошо, для начала. Я говорю еще раз. Во-первых, я не обязан вам ни трекот говорить, ничего. Это я вам не обязан. Вы только что говорили 10 минут назад, что дадите. Я вам дам, это без проблем. Вы обязаны предоставить нам бухгалтерские иные документы. Вы забыли об этой статье, я вам напомню. 50-я статья, 8-я 50-я статья, 2 статьи 14-го федерального закона. Более того, у меня есть доверенность с правом получения корреспонденции. Вы выбрали очень сложный путь. Теперь надо человеку ехать куда-то в Магадан, лететь надо, билет покупать, тратить на это деньги, средства и маленькие, я вам скажу. Вместо того, чтобы спокойно представителю выдать на руки, и все. В любом случае, значит, смотрите, имейте в виду, вы тут, я как понял, ничего не решаете, поскольку вы моему помощнику сказали так, что не я решаю, это позиция генерального директора. Было такое или нет? Нет. Не было, да, хорошо. Вы можете просто доложить, например, директору, либо лицу замещающему? А мы наберем директора, у нас телефон есть. Просто чтобы не получилось так, что мы даже не попытались в офисе пообщаться. Да вы не разговаривайте, он не... Вы старший? Какой старший? Ты че, откуда взялся такой? Уберите камеру. Крупным планом его, прямо вот это лицо крупным планом. Зачем ты спрашиваешь людей? Я спрашиваю, кто старший, чтобы объяснить... Мне, мне объясняйте. Объясняй мне, че ты там начал-то говорить, не договорил? Ты надеешься что-то там? Что ты надеешься? Что все? Батарейка села, что ли, или че? Потом, а также, не забудь себя вести дерзко и рассказывать, какой ты крутой. Потом где? Потом где? А вы же обещали это самое, скинуть помощнику моему, коллеге моему. Вы обещали на WhatsApp скинуть именно квитанцию. Почему вы это не сделали? Не сделал, во-первых, потому что мне никто не позвонил второй раз. Ну а вы уже сказали, зачем вам кто-то должен? Когда со мной будут нормально общаться, тогда я буду делать то, что я считаю нужно. А он с вами ненормально общаться? Так я с вами нормально общаться. И вы сами тоже ненормально общаться. В смысле? Вы оскорбляете работников, которые здесь присутствуют. Каких работников? Я еще раз говорю. Он собственнику помещения. Там и 05 и и 95. Но он на контакт не идет в WhatsApp. А он как видел? А он так видел. А он как меня назвал? Я не знаю, зачем он сам оскорбляет? Я симметрично отвечаю людям. Если хам начинает со мной задать хам… То есть, если вам сказали, покиньте помещение вы считаете, что это хам? Да, потому что я имею право здесь находится, он нарушает татанинês. Он представитель, как минимум. Я вам доверие показал. Смотрите дальше. Если человек подходит со стороны, мы с вами общаемся, и говорит, покиньте помещение, это моя собственность. Мы имеем право, и мы к нему не домой. Это коммерческая недвижимость. Да, коммерческая недвижимость принадлежит юридическому лицу, не конкретно учредителям. Это право пользования юридического лица? Это общественное место или нет? Не общественное место. Подождите, он не понимает, он безграмотный. А знаете, не общественное место, это ваш дом, где вы проживаете. Нет, право собственности и право аренды – это не общественное место. Договор аренды здесь? Договор аренды у меня есть копии. Здесь арендует юрлицо? Арендует – какая разница? Большая! Мы, представители собственника этого юрлица, мы пришли в это юрлицо. Вы пришли к доверенности от одного только человека. Я видел, а от вас доверенности не видел. У вас есть доверенность? Мы присутствуем. На вас есть доверенность. А зачем она нужна gör��на? Тогда я не буду с вами разговаривать. Потому что вы кто? У вас есть доверенность, что вы имеете право представлять интересы? Учредитель есть. Вы мне доверяете? Конечно, доверяй. Я веду дело только с вами. Гражданское право изучите все. очень хорошо вы прежде чем так общаться сначала сами вы изучите зачем вам нужно усложнять все давайте что вам нужно копии дайте тех документов которые вы нам направили обещал он вам прислать питанцию обманывайте я никого не карен почему не дать копию этих документов у нас есть закон мы согласно закону устанавливать я просто не понимаю в чем проблема это было номер дайте нам все спасибо это может сейчас просто посмотреть мы не будем вам вот нет я прошу их покинуть частную то что это честно сейчас я вам покажу оригинал из документов поэтому у меня с кабинетом давайте на вторую сторону тоже выслушаваете закончена пришли здесь три стороны собственно вот вот это представитель моего арендатора юрист я не знаю точно да вот а вот эта вся группа их положение их кто не такие я не знаю сейчас мы разберемся три стороны меня зовут игорь фамилия моя матвеев значит мы пришли представляем интересы юридического лица учредителя собственника данной организации пришли разговариваем с юристом компании подходит вот это тело начинает влезать в разговор ему сделали замечание он перешел как вы правильно заметили на физиологические особенности наши на видео все это сформируем и самостоятельно подадим на него заявление это первое второе я его предупреждал что вызывать полицию не имеет смысла потому что мы ничего не нарушаем поэтому я прошу сейчас принять мне заявление по 1913 но вот этого гражданина заложный вызов спецслужб то есть он считает что он может просто так взять вызвать полиции оторвать от важных дел других чтобы шкурные свои вопросы здесь решать с помощью каких-то механизмов государственных на что он не имеет никакого права поэтому я прошу принять заявление в отношении привлечь его к ответственности а вы можете прямо сейчас по этой статье это ложный вызов спецслужб вы сейчас выяснили что мы ничего не нарушаем значит он вас вызвал совершенно необоснованно есть все основания установить его личность он куда-то хуже уходил лично установим непосредственно я все данные его для себя в рапорте отражу и уже участковый который будет понимать решение по вашему заявлению если посчитать нужным привлечь его под указанной статье к административному правонарушению к ответственности он это сделать в данной ситуации мы пока с вами пытаемся решить вопрос плане законность незаконность нахождение вас и его здесь находятся юрлицы коммерческие коммерческие помещения сдаются в аренду все в рабочее время ими полное право три года я сразу поставить все точки над и мы никого выгонять загонять куда-то мы не собираемся соответственно направился если вас заявлением и премия так понимаю что здесь какие-то организации находятся вы пришли в организацию с каким-то обращением но зачастую что зовут вадим вадим вы охранник да я определил паспорт да вы записали между да показал доверенность сказал куда я иду сказал что я представляю интересы одного из соучредителей организации общего совместной ответственности говорил да дальше подхожу сюда юрист двери закрыли а чего вы не перебиваете меня зачем вы влазить это в разговоры не говоря подошел как это моя собственность покиньте более того даже если вы являетесь собственником это не значит что у вас есть оставание нас отсюда выпроваживать мы пришли сюда как представители одного из соучредителей имеем право корпоративный конфликт решать и не здесь моя девка вы же разговаривали вы же общались я же вас не скажи человек тоже свое мнение он имеет право на это как закон то есть ничего не правомерного мы не сделали не совершили более того более того человек реально оскорбляет мы же введем видеофиксацию хотя бы хотя цель не его чтобы зафиксировать а именно наши действия как вам можно обращаться меня резван мухаевич перебью извините мне просто я хочу понять ну цели вашего видеть сюда вот вы пришли то есть вас какие-то претензии расскажу я посылал помощника сюда с требованием о предоставлении бухгалтерских иных документов поскольку доверитель мой течение трех лет не видеть ни дивиденды и прибыли не документа его просто выпроводили сказали пошел вон три года если я когда-то был гендиректором когда-то выигрывал тендеры я знаю при нормальной грамотной работе в строительстве как минимум процентов 30 от сметы вот смертной стоимость можно прибыль получить а тут получается обороты по 500 по 600 по 400 миллионов годовые а прибыль показывают 3 миллиона 5 миллионов в одном случае 20 чем-то поэтому мы хотим узнать как обстоит все конечно давайте я являюсь юристом даже компании который пришел представитель только вот он один остальные люди вообще понятия не имеют кто это вот этот человек показал нам доверенность он там может там пройти не пройти не знаю он показал доверенность пришел сейчас они снимаются кстати непонятно как он закон не на каком основании они снимают коммерческую недвижимость кстати к вам вопрос я вам вопрос а на каком основании я могу запретить снимать это коммерческая недвижимость вот он собственник стоит эти люди кто вопрос я прошу прощения можно на Если бы вы вот так же спокойно, как сейчас вы сказали, ответили бы на мой вопрос, когда я бы сейчас закончил, и это бы объяснили бы вот так вот, я вообще, мне о полиции бы речи не шло, я бы вам переговорку предоставил, чтобы вы могли с человеком спокойно это обсудить, если бы вот так вот вы... Вы влезли в разговор наглым образом. Сейчас без камер, без всего, если бы речь шла бы вот о том, что вот так, спокойно, была бы объяснена ситуация, я, как не сторона вашего спора, мои интересы только в одном, у меня здесь находятся арендаторы, которых обеспокоила ситуация с собранием каким-то в коридоре, я сюда пришел, вот я бы вам предоставил бы помещение для спокойного вашего урегулирования ситуации. Поэтому мой вопрос изначально, потом камер, посмотрите, понятно, все там на эмоциях, он стоял ровно в этом, вот, а вот то, для чего сейчас это все докатилось, вот, это неконструктивно, это просто, чтобы вам было понятно и обратная связь. Это, конечно, это не юридическая терминология, тем не менее, вы слышали в народе поговорить, какой привет, такой ответ. То есть адекватность, понятие есть дальше. Я общаюсь с человеком, вы влазите в разговор, посторонний вы человек на самом деле, в данном вопросе вы вообще никого к данному вопросу не имеете отношения. Я вам сказал, у меня есть доверенность, я представляю интересы одного из соучредителей данной организации, я же вам это сказал, но вы еще раз говорите, покиньте помещение, это все, это моя собственность. Вот тут ваша ошибка, потом слово за слово. С ошибками мы разобрались, давайте больше ошибок не будем допускать, давайте реально выделим помещение, чтобы люди смогли спокойно пообщаться. И у меня сейчас нет им помещения, я им как куда-нибудь предоставил. Врал, короче, изначально. Я расскажу вам, если бы вы спокойно человеком бы сказал, я не проблему, я выделил бы помещение в полчаса. Помещение занято получается? Не знаю, что сказать, врет опять, нормально. У меня еще вопрос, вы охранник, ЧОП? Стар Сиран Парк, удостоверение, будьте там. Вадим, вообще не вступайте в ровно. Нет, с вами общаетесь, документы спрашивают, вам это не нужно. Меня слушайте. Да, вот-вот, вот и все, он же у вас отходатель. Вы его и слушайте. Не работодатель, я как гражданин. Вы представитель ЧОПа, правильно? Я своим сотрудником. Просто фиксируйте на камеру, потому что... В смысле это ваш сотрудник? Вадим. Вы руководитель ЧОП? Не вступайте в отношения. Итак, удостоверение частного охранника. Да, сейчас еще воротничок у вас. Согласно статье 12.1, частный охранник по требованию гражданина обязан предъявить удостоверение. Вы к нам обратились еще на входе, когда мы сюда заходили. Удостоверение есть? Тогда я буду вынужден к полиции обратиться, чтобы полиция привлекла вас к административной ответственности по статье 20.16. Если он не имеет статуса частного охранника, значит он работает без лицензии, осуществляя охранную деятельность. Будете предъявлять удостоверение? Отказываетесь, правильно? Я прошу установить его личность тогда, и мы в лицензирующий орган сообщим. И частному охраннику запрещено ввести видеосъемку согласно статье 12 того же федерального закона на личные телефоны. Понятно, да? Вы еще одну статью себе подняли. Если вы думаете, что здание стоимостью полтора миллиарда рублей так случайно там оказалось у кого-то у вложков в собственности, вы как раз и разберетесь. Похвастались мне, да? Людей судят не по денежному состоянию, не по должностям, а по поступкам, по делам, если вам это неизвестно. Поэтому щеки раздувать, что я там купил за полтора миллиарда, да плевать нам на это, понимаешь, да? Вот так нормально, вот так вот просматривая перед сном каждый день. А еще на YouTube-канале сможешь посмотреть себя полтора миллиарда. Еще узнаем, что это за собственник. Я думаю, что это наемный работник, который ходит тут. Я хочу, чтобы вы здесь сейчас вопросы решили, чтобы я поехал дальше уже по маршруту патрулировать, заниматься более значимыми делами. Давайте так, вот смотрите, вот у нас человек с доверенностью стоит. Он мне задал вопрос, он задал вопрос. Вы мне скинете терр-код, по которому отправили, я говорю, хорошо, я вам это скину. У меня вопросы есть. Какие? Предоставьте мне бухгалтерские, не все документы, с контрагентами все договоры ваши, все соглашения предоставьте. Я все равно буду назначать аудиторскую проверку, я все равно выясню полностью все. Не надо мне этого, вы не отправили. Мне предоставьте, мне лично. Я отправлю вас. Такое не запрещаю. Значит будем с генеральным разговаривать, значит будем тут. Может быть вы все-таки с ним когда-то свяжете, объясните ему ситуацию, что ситуация зашла далеко. Что касается меня, я вам как юристу объясню. Статья 182 гражданского кодекса, полномочия могут явствовать из обстановки. Статья 185 гражданского кодекса, полномочия могут явствовать из договора. Понимаете, да? Подождите, вы знаете определение, что значит полномочия явствовать из обстановки? Да я знаю, вот пожалуйста, находится здесь человек с доверенностью. Я вот с ним разговариваю. Она с передоверием, она с передоверием, все, все, он не доверил. Хорошо, давайте так еще раз. Им доверенность не требуется. Чего мы с вами разговариваем? Скажите, у вас какие вопросы? предоставьте мне все бухгалтерские иные документы за последние три последний мы вам на него ответили повторяетесь как вы тоже повторяя вам говорю предоставить мне документы чтобы не повторяться спокойно заходить и откройте что закрылись вообще не могу понять что дверь закрыли учё дверь закрыли потому что я еще раз говорю предоставьте наше это помещение звоните директору гендиректору ульриху геннадий и с ним будем общаться можно я одну ремарку ставлю вы отправить Отправили, говорите по почте, по нашему запросу. То есть все бухгалтерские документы, вы что, контейнер нам отправили? Смотрите, по закону мы отвечаем на ваш запрос. Ответ на запрос, по почте мы вам отправили. Посмотрите, будут еще вопросы. То есть бухгалтерские документы по почте нам отправили? Со всеми контрагентами и все остальное договоры? Все, что мы должны были направить, мы вам направим. А вы нам всю отчетность должны предоставить, вы поймите. А это вагон будет за три года. Хорошо, вагон, значит направим вагон. Директору звонить, он ничего не решает. Директор, когда вернется в командировку? Я не решаю такие вопросы. Почему нельзя на руки? Это все то же самое, что вы отправили. Копии на руки. Направить вам по почте, это точно такое же не нарушение. Правильно. Какой вопрос? Почему нельзя на руки? Зачем усложнять? Отдайте нам то же самое. Давайте еще раз вам скажу. Вот такое решение было принято. Номер РСО скажите нам еще. Я вам скажу хорошо. Хорошо, давайте скажите. Это единственный вопрос, который у нас есть. Дальше мы ждем вашей реакции. Вначале. Несколько дней. Ждем вашей реакции. Может быть все-таки вы все равно, когда мы уйдем, созвонитесь с руководителем, обсудите это. Возможно придете к какому-то мнению, что все-таки пообщаться надо. Без всяких там запросов. Потом через месяц встречаемся и так далее. Пообщаться нужно, встретимся и поговорим. И решим все вопросы. Возможно. Давайте. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если участник не проживает по месту регистрации, вы нам, пожалуйста, направьте уведомление, куда нам все направлять. Потому что вы только что сказали, что учредитель не там, ему нужно будет приехать, купить билеты. Это же ваши слова были, правильно? Конечно. Ваши слова. А еще знаете, какие слова были? Я просто ремарка, это поэтому плохо. Просто вам же сразу говорили изначально, когда мы только с запросом обратились, все, человек там не проживает. Если вам нужно поговорить с учредителем, вы думаете, что там так решается, вы напишите письмо. Мы представители вашего года. Желаю вас, я это письмо возьму. Поставлю, поставлю, поставлю. Я отправлю директору. Знаете, как это решается в нормальном? Учредитель собственной компании, один из собственной компании приходит в офис этой организации, совершенно спокойно заходит в офис, совершенно его приветливо встречают, потому что это один из собственников организации. садятся и обсуждают. Если необходимо, приглашают бухгалтера, еще что-то. Вот так это работает. А мы приходим к вам, вы нас не пускаете, по почте отправляете. Почему нельзя сесть, поговорить нормально, приветливо? Мы же представители собственника компании вашей, где вы работаете, кстати. Он сейчас сказал так, как нам написали, вы вынудили моего помощника уйти отсюда на почтовую отделение отправлять. Хотя, я вам говорю, у него есть такая же доверенность, вы бы сказали, а имеете право получить, почему бы не выдать? Вам что, кодер-по нужен? Да. И вы уходите, а? Или что? Ну, вы предоставьте. Уйдем, мы уйдем. Ну, это же не сложно, чего, дорогой? Настолько просто. Ну, дайте нам. Скажем честно, у вас все так сложно. Ладно. На самом деле, вопросы на 5 минут времени, я вот уже ненавидим. Предупрежден, видимо, уже. Алло. 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 Да, здравствуйте. Геннадий Викторович, добрый день. Меня зовут Игорь Владимирович, и я представляю интересы соучредителя. Мы находимся сейчас в офисе вашей организации, разговариваем с юристом, с вашим, по поводу документов. А, очень приятно, Игорь Владимирович. Тогда слушаю вас. Скажите, пожалуйста, а когда вы вернетесь в командировки, чтобы мы могли встретиться, обсудить вопросы, касающиеся прибыли, почему она не выводилась за 3 года, ни единой копейки учредитель не получил, и так далее. Когда можно это сделать? Игорь Владимирович, ну, сперва по нашим взаимоотношениям. Я, как буду в Москве, обязательно с вами свяжусь, и мы обязательно пообщаемся. Я, как бы, с удовольствием даже с вами поговорю. Да? А второе, да, ну, вот, с учетом этого, нами будет написано заявление о полиции, о разбойном нападении на офисе, достаточно свидетеля, и, ну, как бы, те методы, которые применимы вами, не совсем, как бы, ну, вообще в взрывном смысле и с точки зрения закона. Разбойное нападение, я вас просвещаю немножко, разбойное нападение, это с использованием оружия. Вы же меня спросили, максимально, максимально какое-то там, я не знаю, максимально хулиганство, наверное, максимально. И то его не было. Ну, ладно, мы разберемся с этим. Главное, здесь, генеральному директору бы не получить уголовную ответственность за сокрытие налога. Второе, второе, да, смотрите, да, а вот это уже шантаж, это тоже, да, вы, как юрист, знаете. Да вы что? То есть меня только что в разбойном нападении обвинили? Обязательно вам все предоставим, обязательно вам все это. Мы выбираем способ предоставления информации согласно закону. Это понятно, это я все услышал. Согласно вашего запроса, все документы, вы же меня спросили, вы что перебиваете? Ваш же вопрос, я отвечаю на ваш вопрос, зачем ты это спрашиваешь? Это нам юрист все объяснил, я понял, я просто встречу спросил же. Мой вопрос был по поводу встречи, а не по поводу документов, если вы были внимательны. По поводу встречи? Очень рад с вами познакомиться, ждите документы, читайте. А когда вы вернетесь, извините, вот чтобы поточнее немножко там, когда вас ждать вашего звонка? Когда вернусь, сразу с вами скажу. То есть пока нет никакой точной информации, когда вы вернетесь? У меня свои планы, конечно, я работаю, в отличие от некоторых, я иронию понял, мы как раз при встрече это и обсудим. Скажите, пожалуйста, лицо замещающее вас здесь, кто руководит организацией, ваше отсутствие есть? Ну, сейчас вот вы не в командировке, вот как предприятие без вас работает? Без власти? Все-таки давайте конкретизируем, вы когда планируете вернуться все-таки в Москву? Я уже ответил вам три раза. Вы не ответили? Как только вернетесь, а когда хоть примерно? Отлично, Карфан улетел, но обещал вернуться. Давайте я ваши номера запишу, чтобы если что было с кем-то. Давайте. Люся. Я вам сегодня скину. Ну все, не скинуйте. Все, спасибо. Если что, звоните сюда. Ну, у нас есть уже реверный документ. Все, фиксировать на вход, вот, товарищ, вот это. Либо он ЧОП, либо он не ЧОП. Здравствуйте. Вы с вами какая-то ЧОПа? Нет, не сотрудничество. А вы что все время власть? Не сотрудничество? Это мое здание, я тебе хочу туда и власть. Ваше здание, вы никто из ватника. Это администратор. А, администратор. Вы помните документы? Это наш гребешок. А почему вы говорите, что ЧОП? Нормально, то есть он без лицензии осуществляет охранные функции. А это ваш работник, да? А я не знаю. В смысле? Вы только что сказали, мой сотрудник. Вы тоже как-то не являетесь объектом манипуляции? У меня прошло знать. Я сотрудник ЧОПа, и он сказал, что сотрудник ЧОПа, правильно? Я не знаю. Я не знаю. Ну вот, он сказал, что сотрудник ЧОПа. Соответственно, я должен был проверить. Они же знают. Соответственно, если у сотрудника ЧОПа, я имею право проверить лицензию и удостоверение. Правильно же? Наверное, все правильно. Они вам неизвестны. Даже если бы я лично проверил, они вам в любом случае были бы неизвестны, потому что вы с ними в каком-то родстве и дружбе не состоите. Абсолютно. Ну, все правильно. При чем тут неизвестные лица? При этом содержание моего заявления вы позволяете комментировать в коридоре? Там, а он там вам что-то ерунду написал всего лишь оскорбление. Это заявление на данных людей. Он в любом случае они являются фигурантами вашего заявления. А сейчас почему вы его содержание и его заявления распределяете? А вы знаете, что человек имеет право ознакомиться вообще с материалом? Ну, вроде. Но сейчас есть заявление. Еще нет материала. Еще дело нет. Есть мое заявление. Он беззамок. А вы позволяете его содержание объективизировать вовне? Так, а там что, гриф-секретности, что ли? Я, ваши персональные данные, никому не сообщил. Люди хотят ознакомиться в чем? Может, вы написали про разбойное нападение на них там заявление? Я могу что угодно вообще написать. Конечно, можете. Вы поэтому подписались там в 36-й статье за задачей можно показать. Ну, и в чем проблема-то? Почему я не могу людей ознакомить с вашим заявлением? Почему вы сейчас это делаете? А какая разница? Когда я могу это делать? Мое видение ситуации, я не присутствовал здесь с первой минуты. Ну, вот товарищ юрист, который с организацией, он непосредственно виновник, все вот это катаваси. Если бы он изначально все предоставил людям, они бы ушли бы здесь и по областу уплотворения ушли бы. Нет, не реально, говорю, немножко все равно. Вот именно, что вам все равно. Вы здесь только, чтобы я взял и людей выкинул из помещения. А на каком основании это будет делать? Почему вы говорите, что я требовал, чтобы кто-то кого-то выкинул? Вы мне сказали, чтобы я их назвал. Нет, неоднократно. Сказали, чтобы я вам посадействовал на каком основании это? Вот когда к тебе домой придут, вот тогда будешь требовать. Здесь коммерческая организация. Ты ко мне пришел домой, понимаешь? Я не к тебе домой пришел. Это мое собственное. Возможно. Если ты здесь живешь, это твои проблемы. А я в коммерческую организацию могу прийти без твоего спроса, даже несмотря на то, что ты являешься собственным. Вы путаете. Конституция защищается жилище гражданам. Там собственное защищается. Жилище гражданам. Жилище, жилище гражданам. Ну, здесь, так как организация предоставляет услуги, почему люди не могут прийти? Еще раз говорю. Они не могут прийти в организацию. Они пришли в организацию? Арендарная компания, организация, депсу 32, арендуют у меня два помещения. 30 и 32 квадратных. Все остальное, все 5186 квадратных метров, они в собственности. Я никакому депу или гостям депа не предоставлял. На вашу собственность никто не претендует. На вашу чему не претендует. А вы люди не уходят. Они пришли в организацию. Если организация их не пускает людям, что делать? Здесь есть контрольно-пропускной режим. Сотрудник охраны, согласно внутренней инструкции, все делал по правилам, проверил документы, переписал в свою книгу посетителей гражданина с паспортными данными и пропустил. Правильно? Видимо, я не знаю. Он правильно сделал? Видимо, я не знаю. Если заявка открывает, то человек пропустит. Хорошо. Заявки сюда, что ли, люди не брали? Можно? Они обязательно подоконны. Ваш сотрудник, у вас ЧОПа, там, отчитывает пропускной режим. Видимо, инструкция пропускного режима. А кто эту инструкцию придумал, не знаю, составил? Кто эту инструкцию? Ваши инструкции внутри. Ну, это же ловично. Я никакую инструкцию не подписывал. Я на территории своего помещения никого не пропускал. У вас на рамках, на воротах есть сотрудник? КПП – это вообще федеральная собственность. Это образовательное учреждение, называется «Печник ООО». Сотрудник ЧОПа куда пропускает? В какую организацию? Еще раз просто хочу объяснить, что сейчас вот эта вот земля – это федеральная собственность. Это федеральная собственность. Это Росимущество. КПП – это федеральная собственность. Охрана – это РЭЛ имени Плекханова. Мое здание – это частная собственность. Вы меня… Слушайте, пожалуйста. Вы кроме своей частной собственности вообще ничего не хотите услышать. Вы здание организации предоставили два, две комнаты. Я вам объясняю 10 раз. Пожалуйста, в комнате организация, если она считает, что это представительная собственника, нампель, мне все равно, кто к ней считает. Я прохожу, пожалуйста, пропускайте. Я коридоры, туалеты, лестницы никому не предоставлялся. Еще раз, это не мои проблемы. Я предоставил помещение, а кому? Организация. Вот представитель компании ТЭП-132 сюда может зайти, если это какой-то другой учредитель. А компания и учредители это немножко разные вещи. Собственник компании сюда не может зайти. Вы сейчас, честно, в данной ситуации не правы. Ридор знаете, что такое? Места лучшего. Да это все понятно. Все понятно. Сергей Анатольевич, вот мы уже с вами все вроде лучше разжевали. Я сейчас говорю, что у вас, я так понимаю, что вот эта вся федеральная земля, я согласен полностью, есть сотрудник охраны, когда я заезжу непосредственно, он мне пояснил, куда пройти, где попросил, что я объяснил, он кому приучит сотрудник охраны? Рео Юни Блиханова. И он только непосредственно осуществляет контрольный пропускный режим только для них? По нашим заявкам наших гостей тоже пропускают. То есть это по вам позвонили? Вы пропустили, значит пропустили. Все, на какие-то вопросы нет. Мы видим, мы видим, я же не в коридорах. Вы подбили. На улицу? В помещении? Все правильно, товарищи? А их туда не позвонят. Ну и хорошо. У меня есть какая-то проблема, я прихожу, например, ну условно в Азон, ну допустим, в Азон, мне там продали бракованный какой-то там товар, я пришел с целью возврата, например, а перед нам закрыли держку, и мы вас не пустим. А я стою, например, вот в предбаннике, и там спускается собственность, скажут, а что ты здесь делаешь? Иди отсюда. Иди отсюда, мне не интересно, что ты здесь находишься. А я говорю, у меня такая проблема, у меня товар испорчен, у меня на заде. Да ты меня не интересуешь. Вот это, ну, выглядит странно именно так. То есть я не могу свою проблему решить, прийти в организацию, потому что они хотят со мной вести какой-то диалог конструктивный. Ну, вы прощаетесь, суд, наверное. А при чем здесь? Так изначально, я-то, наверное, должен пойти не в суд, а прийти в организацию, чтобы, например, получить отказ. Нет, все равно, послушайте меня, бываемые ваши организации, нет какой-то... Вот, вас-то как-то затронуло? Перепредели коридор. Так. Вот просто, чтобы пройти, приходилось каждый раз просить, продавите, пожалуйста, в сторону. Пришли к оскорблению. Как вас оскорбляют? Я видел все записи. Ну, как вы? Ну, можете просто сказать дословно, как вас оскорбляют? Ну, нецензурной броню там, не знаю, еще кто-то. Ну, нет, нецензурной не было. Но очажающие личности достоинства, да, были. Вот этот вот персонаж это все допускал. Да, это все было. Видеозапись, я же говорю, я все предоставлю. Ну, все. Участковому. Я попросил, пожалуйста, окажите мне содействие, поскольку их много, а я один. Куда ли они этих товарят? По охране? По охране общественного порядка могут быть содействие. То есть, чтобы здесь, например, грубо говоря, не устроили драку, какие-то правонарушения, то есть, чтобы, например, вас не оскорбляли о линице на зону набрали, то есть, это вот примет. Ну, пока, посудили в полиции, никто вас не оскорблял, то есть, драк не было, никто никому не приставал. Ну, извините меня, то, что был перекрыт немного проход, да, согласен, но это... Немного он был перекрыт. Ну, у нас не является нецензурной правонарушением в данной ситуации. Ну, я думаю, в течение 20 минут все туда ушли, все. То есть, пообщались культурно и ушли. то есть, вопрос как бы, все, вы написали заявление, по факту которого вы будете проверки, чьи не вам участкового ответить, если нужно, чтобы видеоматериал вы предоставили. Я предоставлю, конечно. И граждане имеют право на заявление, так как вы непосредственно на них это все отразили. Соответственно, вопросов нет. Все, у вас какие-то будут вопросы? Нет, вопросы только нет. Особая благодарность сегодня наряду полиции, который приехал, сделал все правильно. Старший сержант Углов Дмитрий Владимирович Пресненский отдел полиции. Поэтому, надеюсь, начальство его поощрит своими правами. Продолжение следует...